В 1968 году комсомольцы-металлурки заложили в основание стеллы, установленной в честь юбилейных выплавок стали, послание своим последователям. Вскрыть капсулу завещали через 50 лет. 29 октября 2018 года по случаю столетия комсомола послание достали. Узнать, о чем говорится в письме из прошлого, собрались более 80 тагильчан, ветераны комбината и представители молодежной организации и профсоюза предприятия. Самые дерзновенные достижения в Советском Союзе состоялись при участии в ЛКСМ. Комсомольская организация металлургического завода всегда была на передовых позициях. День комсомола – один из любимейших праздников старшего поколения. Многие вспоминают о комсомоле с ностальгией. У Владимира Радаева, лидера профсоюзного движения НТМК, до сих пор сохранился комсомольский билет. Сто лет пробежало быстро. Я работал на блюбинге. Сегодня даже с билетом поехал в ЗАГС собрание, спрашивал комсомольцев, у вас есть билет дома? Я говорю, а что дома? Послание из прошлого зачитал ветеран комсомола Иван Хороший. Комсомольцы и молодежь 21 века. Сегодня вы празднуете столетие всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Для нас, комсомольцев 68 года, этот день – заветное завтра. Ему отданы все дела, мечты и огонь наших молодых сердец. Некоторые слушали завет с ностальгией о прошлом. Не получилось. Коммунизма не получилось. Государство распалось. Ну, слава Богу, мы все-таки живем с цехом, все время с цехом. Конверторный, у нас очень дружный цех. Среди присутствующих были те, кто участвовал в закладке капсулы. Они помнят, как обсуждали содержание и редактировали текст обращения к потомкам. Вот сейчас, когда эту капсулу достали, вы понимаете, какое ощущение, наше ощущение, конечно, молодежь, может быть, некоторых слов и не поймет, но они именно от души, от чистого сердца. Я думаю, те, кто заложил эту капсулу в 68 году, даже не предполагали, что будет в 2018 году происходить. Но есть мы, те, кто помнят, те, кто помнят друг друга, те молодые годы, и все, у нас все впереди. Поэтому я от всей души поздравляю всех со столетием комсомольской организации и желаю одного – терпения и здоровья. А комбинату, на самом деле, как сказал Владимир Горьевич, процветание и устойчивая работа. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok